всем доброе утро и так дорогие друзья всем доброе утро good morning hello бонжур так доброе утро все собираемся после праздника после праздников надо войти в рабочий ритм михаил ткач на смотрят уже хорошо я не шарапов все входим сейчас в рабочий ритм после праздников дерге нивня максим перенчук все всем входят марина шувалова доброе утро hello и мы продолжаем изучать пертей а вот алекс чудиевич и нам ману чарян все значит мы продолжаем изучать карте а вот и мы сегодня заканчиваем алекс подделка шалом значит мы заканчиваем сегодня первую главу первую главу мы заканчиваем из трактата тертей а вот значит первая глава она была такая основополагающая и завершает первую главу у нас раби шимон бен гамле и пробишь мод бен гамле и он это тот же шимон бно который был в предыдущей главе в предыдущий мишне и он в предыдущий мишне нам сказал что значит предыдущий мишне он нам сказал он нам сказал что всю жизнь я рос между мудрецов и не нашел я ничего 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 не нашел лучше для для тела только молчание молчание значит и дальше он сказал что не метраж это основа а что а действия и каждый кто много говорит приводит грех теперь а сегодня он продолжает его сегодня уже зовут раби шимон бен гамле и то есть он уже вырос он уже стал вместо своего отца арабан гамле и на си то есть главой еврейского народа глава мудрецов и он значит сказал тогда шалом марина ли он сказал так значит он говорит аль шуша дворима улам каян на трех вещах мир существует аля дин на дине на суде аля и мэт на истине в аля шалом и на шалом на мире до на мире теперь и значит на трех вещах мир существует на дине на истине и на шаломе шинеймар он у всех мудрецов в устной торе принято обязательно ссылаться на письменную тору на где источник потому что письменная тора это то что вначале моисей записал муж и рабы на записал от бога то что ему пришло а потом были книги пророков писания то есть это то что записывали прям на свитках изначально она была предназначена для того чтобы точно точно записать чтобы точно точно записать прям буквально каждое слово прямо в нюансах записать, и потом устная Тора, это то, что передавалось устно, и так как то, что передавалось устно, как сказал нам Раби Шимон в предыдущем Мишне, что каждый, кто много умножает в словах, приводит грех, то есть все, что за устно передавалось, оно передавалось, были разные школы, разные, как бы чуть-чуть, вот по-разному оно чуть запоминалось, это представьте, сколько нужно было устно запоминать, и на протяжении 1300 лет было запрещено записывать устную Тору, только от учителя к ученику передавалась устная Тора, только уста, они все учили наизусть, были специальные люди, которые запоминали прям каждое слово, и только потом уже, в 120 году нашей эры, Раби Иуда Анаси, он собрал всех мудрецов того времени, которые жили в Израиле, и он говорит, что на небе постановление, что еврейский народ отправляется в изгнание, храм разрушен, уже был к тому времени 50 лет почти, и он говорит, все, видно, что мы уходим сейчас в длительное изгнание, и так как мы уходим в разные страны из Израиля, то есть опасения, что устная Тора забудется, поэтому мы должны ее записать, записать мы ее должны, и он собрал всех мудрецов, несколько лет шла эта работа, записали 6 разделов Мишны, устной Торы, и ушли в изгнание, а потом уже через, еще через, после этого, через 300 лет, начали записывать Талмуд, в Вавилоне, мудрецы, они уже, Мишна была записана, 6 разделов Мишны, но они, там были у нюансы, как правильно это все понять, и они, значит, мудрецы, в Вавилоне, они записали в Вавилонский Талмуд, это разбор, очень глубокий анализ, вот это вот устная Торы Мишны, для того, чтобы все восстановить, но очень везде, что бы ни было сказано в устной Торе, у него должно было быть основа в письменной Торе, поэтому, поэтому, когда Рами Шимон в этой Мишне, которую мы сейчас изучаем, он сказал, что на трех вещах мир существует, на суде, на истине и на шаломе, на мире, значит, он сказал, Шинаймар, как сказано, как сказано, Эммету Мишпад Вешалом, Шифту Беша Рейхем, Эммет, истина, Мишпад, суд, Вешалом, судите в своих воротах, это в одной из книг пророков сказано, теперь, значит, что мы отсюда, давайте разберемся, что он сказал, почему мир может существовать, только если есть справедливый суд, вот представьте ситуацию, представьте ситуацию, ну, это сложно представить, конечно, в бывшем Советском Союзе, в Украине, там, в России, в разных странах, что суд несправедливый, это я говорю с иронией, потому что здесь реально, как бы, суд, ну, все знают, удивительно, я слышал, там, какая-то передача была, где анализируется ситуация, которая сейчас есть, там, в Украине, в политике, и прямо реально с экрана, там, говорит, обозреватель, ведущий, говорит, ну, будет это дело решаться в суде, а в суде оно будет решаться в зависимости от того, кто и сколько занесет, потому что те, кто заинтересован в одном решении, они, значит, занести не хотят, а те, кто другие, они, у них нету, а судьи, если им не занесут, так они вообще ничего решать не будут, то есть представьте, насколько извращенная система суда, и к чему это приводит, вы знаете, что есть, как бы, до дарования Торы было семь заповедей для потомков Ноаха, то есть было как, вначале Бог создал первый человек, потом Адам решен, дал ему всего лишь, там, одну-две заповеди, потом он их нарушил, потом было шесть заповедей, потом был потоп, потом Бог решил, что уничтожить человечество, оно идет все против меня, не хотят люди выполнять заповеди, вот просто реально не хотят, и был потоп, это была перепрошивка, мне больше всего понравилось, я когда-то проводил урок, и один из студентов на уроке, когда объяснял, как был потоп, что вот люди были до потопа, и они вообще про Бога слышать не хотели, и так как Бог же, Он в человеке, находится в виде души, и все, что есть в человеке человеческого, это по факту, это божественная душа, то есть, чем человек отличается от обезьяны, что у обезьяны нету внутри вот этой вот божественной души, которая выражается в возможности разговаривать, мыслить, а в человеке есть божественная душа, понятно, да, идея? Поэтому получается, что Бог проявляется в человеке через творчество, через созидание, через создание чего-то, а люди до потопа, в них Бог проявлялся больше, чем сегодня в нас проявляется, но у человека есть свобода выбора, куда человек направляет свое намерение, куда он направляет свое намерение, свое творчество, свое созидание, и люди до потопа, они направляли свое творчество, созидание в получение удовольствия от мира, то есть, они жили на мелководье, это когда вот есть рассказы про Атлантиду, это об этом, они жили на мелководье, они, все их намерение было только получить удовольствие от жизни, И они начали создавать, скрещивать животных, то есть у них было, как сейчас вот генетика, знаете, генномодифицированные продукты, 3D принтеры, это все было уже, это все уже было. И они начали менять мир полностью, вот так вот мир написано, извратила вся плоть свой путь, в Торе так написано. И Бог решил уничтожить мир, то поколение полностью, и оставил только одного Ноаха, которого назвал Ноах праведник. Кто такой праведник? Праведник это тот, который хочет идти по заповедям Бога, он оставил только его. И дал ему 7 заповедей, говорит, от тебя пойдет новое человечество, и для нового человечества есть 7 заповедей. Первая заповедь, творите справедливый суд. Если у вас не будет справедливого суда, общество, мир не сможет существовать. Все, ни одна страна, в которой есть несправедливый суд, долго не держится, это факт. То есть вы можете посмотреть на историю, на любые события, как только нарушается первая вот эта заповедь, которую Бог дал всему человечеству, вы делаете справедливый суд, сразу же, сразу же ломается вся система, и страна исчезает. Взятки, коррупция и так далее, оп, и страна посыпалась. Так было в Риме, так было в Древней Греции, так было везде. Теперь, значит, я расскажу историю, чтобы было понятно, что такое справедливый суд, несправедливый суд. Как-то в суде было два человека, которые друг с другом судились. И, значит, у каждого был адвокат. Какая у адвоката функция? От адвоката функция это, что бы человек ни сделал, адвокат ищет для него оправдание. Значит, вот у каждого свой адвокат, и все пытаются повлиять на судью, для того, чтобы судья принял решение в его сторону. Ну, естественно, что если судья берет взятки, самый простой способ повлиять на судью, это дать ему денег, и он будет судить в твою сторону. И один из судящихся, он своему адвокату говорит, вы знаете, говорит, так давайте дадим ему взятку и все, решим вопрос. Этот адвокат говорит, вы знаете, это очень странный судья, он не берет взяток. То есть он, он вот единственный, можно сказать, судья, который не берет взяток. Тот говорит, не может такого быть. Что значит не берет взятки? Давайте больше дадим. Адвокат говорит, нет, он такой, он, если ему дать взятку, он будет злиться, он там вообще-то ужас, что он сделает. Этот судящийся говорит, вы уверены адвокату? Он говорит, абсолютно уверен, это еще хуже будет. Он наоборот тебя, ну, против тебя будет делать тогда. Этот, кто судился, говорит, хорошо, на следующий день, значит, суд. И судья, он прямо против второго, начинает прямо сначала встать там, этому говорит, ты сиди. И начинает прямо на второго, на вторую сторону гнать вообще там, в общем, против него и выносит решение абсолютно несправедливо против второй стороны. Они выходят, адвокат говорит, говорит, странно, говорит, очень он себя странно вел как-то, да, прям вообще удивительно. А этот ему говорит, а это я ему взятку дал. Тот говорит, не может быть, он же не берет взяток, это же самый честный судья. Он говорит, а вот, видите, я ему дал взятку, только я, говорит, когда я ему взятку дал, я отправил визитку второй стороны. То есть я дал ему взятку от второй стороны. И вторая сторона, она, значит, ну и судья разозлился и плохо судил вторую сторону. Что мы отсюда видим? Что даже, даже если судья не берет взяток, это еще не значит, что это, что это справедливый суд. Потому что сказал Раби Шимон Бен Гамлель в этой Мишне, на трех вещах стоит мир. На первое, на чем? На справедливости. То есть правосудие должно быть одинаковое для всех. В этом вот, в этом прикол честности правосудия, когда закон один для всех. Но есть вторая же часть, Эмет, Истина. Например, был такой город Сдом. Сдом и Амора. Все слышали с Дома и Амора. И у них горожане собрались и вынесли такой закон, что путникам, которые заходят в город, нельзя ничего давать вообще. То есть нельзя им помогать, нельзя им давать деньги, нельзя им делать ни одного доброго дела. А убивать их можно. Можно их убивать, можно над ними издеваться. Они вынесли такой закон. И когда, например, пришел, там, ну, много есть историй, как они жестоко относились к путникам. Они их там ноги им обрезали, пчел на них травили. То есть они очень жестоко относились к бедным людям. И у них это было по закону, все обязаны. Потом, когда лот, лот племянника Абраама, он принял у себя в доме трех ангелов, которые были, ну, в виде путников, то весь город собрался, чтобы его убить. То есть получается, что с одной стороны у них был справедливый суд, по их мнению, да, то есть он был один для всех. И неважно, что лот был там, ну, на очень высоком уровне, чуть ли не судья. Закон есть закон, говорили они. Но это был закон против правил Бога. Поэтому сказал Арбан Шимон Бенгамлиэль, что на трех вещах стоит мир. На суде, на эмете, истина. Что такое истина? Если в этом мире мы отдадим истину на субъективное решение любого человека, то это уже будет не истина. Это будет субъективное какое-то мнение, подкупленное внутренними какими-то намерениями, убеждениями и так далее. То есть эмет, истина, это Тора. Вот одно из имен Всевышнего, это истина. И истина, вот эта вот истина Бога, она выражена в Торе. То есть есть Тора, 10 заповедей, все. Это для всего мира один из закон. То есть кто пытается извратить этот закон, он идет против Бога. Да, есть 10 заповедей, которые знают все. Теперь, значит, ну и дальше есть другие. Бог объяснил, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правда, что такое неправда. И есть еще третья составляющая, шалом. Значит, если все должно быть честно, справедливо, это Дин. Все должно быть истина, истина это по единым правилам, которые установил Бог, что такое хорошо, что такое плохо. Это эмет. Что такое шалом? Значит, вот представьте, что люди, иногда такое бывает, вот люди стараются идти по букве закона, вот друг с другом в отношениях. Например, все, все должно быть четко, педантично, по букве закона. Ты опоздал, например, один другому говорит. Все, ты опоздал. Это ты, значит, человек необязательный. И, значит, что еще? И так далее. Значит, но есть же еще шалом. Что такое шалом? Шалом это мир. Мир это когда шлымут, когда ты сглаживаешь углы, когда ты прощаешь, когда ты любишь, когда ты... Есть в Мишле, мы учили, есть такое очень хорошее правило, что если есть внутри у человека ненависть, то она пробуждает суды. И тот, у кого есть ненависть внутри к кому-то, он по-любому найдет, где с ним зацепиться. И все, даже самые проступки большие, Мехосе прикрывает Аава, прикрывает любовь. То есть, когда человек любит другого, так он смотрит на него как-то, ну, более мягко, более... Более мягко, скажем так, да? Получается, что Рабан Шмон Бенгамлиэль нам сказал, что люди говорят, три вещи, на которых стоит мир. Если этих трех вещей нет, то мир рушится. То есть, он... Это внутренний мир человека, это внешний мир, это мир между странами. Первое, должен быть справедливый суд, честно. Должно быть честно, справедливо, одинаково для всех. Второе, должен быть эмет. Это должны быть истинные правила. Истинные правила, которые... Такие, истинные. Для меня, например, вот очень большой вопрос... Вот, очень большой вопрос, например, да? Есть в разных странах разные, разные системы судов, законов там и так далее. Но нужно выбрать, что лучше всего работает. Вот, например, сейчас самая там страна по бизнесу Гонконг. Я слышал, что Гонконг... Я никогда там не был. Сингапур или Сингапур, или... По-моему, Сингапур, да. И вот то, что там вообще просто такие крутые законы по бизнесу. Так что... Ну, возьмите сингапурские законы, если оно круто работает, и внедрите их в Молдавию. Пусть в Молдавии тоже будет экономический рост. Почему в Молдавии не могут взять сингапурские законы? Да? То есть, мир, чтобы стоял устойчиво, должны быть эти три вещи. Значит, какая три вещи? Первое, должен быть справедливый суд. Второе, должно быть истинные правила для этого суда, истинные законы. И третье, шалом, любовь. То есть, вообще лучше не судиться. Я считаю, лучше не судиться. Все, дорогие друзья, значит, вот мы на этом... На этом мы закончили первый ПР-эк. Первый ПР-эк Пертьявод, первая глава Пертьявод мы закончили. Отлично, значит, мы знаем теперь, если подвести итоги, мы знаем, что началось все. На трех вещах стоит мир. На Торе, на служении Богу и на добрых делах между людьми. И закончили мы тем, что есть... На трех вещах мир будет стоять. Значит, на каких трех вещах? Это справедливый суд, это истина и шалом, это как шалом, добрые отношения между людьми. Все, отлично. Теперь сделайте, пожалуйста, свои выводы, что вы сегодня собираетесь сделать по-другому после того, как вы это узнали. Значит, нужно обязательно что-то сделать, потому что если ты... если ты уже начал изучать, надо делать. Теперь вот, как узнать правильный закон? Правильный закон. Для евреев все очень просто. У евреев есть шулханарух. Это сборник законов. Накрытый стол называется. Его написал Равьосиф Каро 500 лет назад, где он изложил полностью весь еврестий закон от момента просыпания до по всем вопросам. Поэтому нужно взять вот этот вот шулханарух для себя и начать его учить. Можно учить, например, тысячи лет назад был такой Рамбам Маймонид. Он написал книгу Мишна Тора, повторение всей Торы, где он вывел все законы. То есть можно прямо вот мы сейчас попросим Якова Шатадина и мы попросим также Влада Косова, который редактор ВАИКРА. Мы попросим их, чтобы начали каждый день публиковать какой-то вот, может, ну, что-то по законам, да, чтобы знать, что делать. И если знать, что делать и действовать правильно по заветам Бога, да, жизнь налаживается сразу. То есть ты делаешь то, что Бог тебе велел делать и полагаешься, что Бог тебя во всем обеспечит. То есть ты прямо здесь и сейчас делаешь то, что Бог хочет. И, значит, ты можешь рассчитывать, что когда тебе будет там сложно и так далее, Бог о тебе позаботится. Все. Хорошо, друзья. Все. До встречи. Завтра с Божьей помощью в 10 утра продолжаем. И делаем сегодня выводы. Делаем выводы. Все. Пока. Всем пока. Пока.